Почти 40 лет на службе и хватит. Глава госполиции Инскюзис сегодня объявил о своем уходе с поста. 10 февраля будет его последним рабочим днём. Чем будет заниматься дальше не раскрывает, а глава МВД не спешит делиться именами возможных преемников Кюзиса. Анастасия Дьяконова с подробностями. С такими мыслями в 1982 году, сразу после армии, Инстюзис шел в полицейский участок, чтобы забрать паспорт, который там хранился во время армейской службы. Именно там он и услышал первое предложение о работе. Так начался его путь в правоохранительных органах. До 1999 года в Тукумсе, потом в столице, а с 2011 года в кресле главы государственной полиции. Покинуть которое он решил перед Новым годом. Говорит, ему захотелось перемен в жизни. Мы фактически проводили большой аудит полиции по ресурсам, по функциям. И фактически есть создана полностью новая форма, новый трафарет. Фактически сегодня полиция готова к переменам. И новый начальник, он должен быть тот, который заезжает на белом коне с новой концепцией полиции. Кто именно окажется на коне, пока неизвестно. По словам Тюзиса, он предложил возможные кандидатуры на главный пост в ведомстве. Но кого именно, раскрывать не стал. Однако и не стал и отрицать, что у руля госполиции может стать глава главного управления криминальной полиции Андрей Гришин или начальник управления Рижского региона Юры Шулта. Несмотря на то, что официально об уходе Инца Тюзиса из полиции стало известно только сегодня, еще прошлым летом министр внутренних дел Сандес Дирден заявлял, если в полиции за правонарушения будут задержаны высоко стоящие должностные лица, то и Инцу Тюзису придется покинуть свой пост. И такие задержания были, но Инца Тюзис свое место в полиции сохранял. Сегодня министр заявил, что не оказывал давления на главу госполиции. У нас с господином Тюзисом всегда был конструктивный разговор, как на оперативных заседаниях, так и во время двусторонних встреч. И мы говорили, как улучшить процессы. И был составлен план. Критика — нормальный рабочий процесс. И я в ней не вижу ничего такого. Отмечу, в этом году ряды госполиции решил покинуть и предшественник Тюзиса на посту главы ведомства Артис Велш. Среди главных своих дел на посту пока еще глава госполиции назвал борьбу со спайсами и работу во время обрушения крыши в торговом центре «Максима». Почти все время руководства ведомства прямым начальником Инта Тюзиса был теперь уже бывший министр внутренних дел Рихард Козловскис. Был человек, который мог принять ответственное решение сам. Я считаю, что он был принципиальным в отношении профессиональной работы. И мое мнение такое, что да, два периода, которые он мог проработать полных, это 10 лет. Конечно, это максимум был бы. Но мне жаль, я скажу честно, что он уходит. Отставка Тюзиса стала неожиданностью и для профсоюза работников внутренних дел. Там деятельность главы полиции оценивали положительно. У нас были переговоры, у нас были собрания общие. Мы решали очень многие проблемы. Эти проблемы решались внутри этого дома. Исходя из этого дома, потому, возможно, публично очень мало что-то слышно. Но, по крайней мере, те главные задачи, которые должны были решить вместе, мы решили. Когда именно начнется поиск и переговоры с возможными кандидатами на пост главы государственной полиции, министр внутренних дел пока не раскрыл. Но обещал, что долго без руководства ведомство не останется. Сам Тюзис заявил. Я не чувствую в себе готовность сидеть дома и внуков воспитывать. Но чем займется после ухода из полиции, пока не сказал. Но отметил, что открыт к предложениям. Анастасия Дьякнова, Андрис Предаит, из Латвийской телевидения.